Попытка. Очень странная попытка снимать сквозь телефон. Блин, ничего не видно. Короче, к нам вернулась чайка, выпущенная в прошлом году. Пережившая миграцию. Я не знаю, будет ли что-то видно на видео, но у неё два кольца на лапах. Мы в этом году чаек не выпускали ещё. То есть это птица, которая пережила миграцию на юг и вернулась на территорию. Я не знаю, что она здесь будет делать, конечно, но я думаю, она улетит. Зачем ей вольер-то наш? Но это круто. Просто, ну, в отличие там от воронов-ворон, которые, условно, недалеко куда-то летают, там не мигрируют совсем в дальние страны. Чайки дальние мигранты. Не, ну мой телефон, конечно, такое приближение не может. Рыбу будете сегодня? Держи. Так, так, так. Можно, пожалуйста, без вот этого вот? Держите себя в руках. Куры собрались. На. Давайте, я не хочу курей рыбой кормить. А, дашь так? Ну, ты, короче, сам справишься, я полагаю, да? Окей. Давайте адресно, пожалуйста. Я не хочу кормить кур. У нас груша свинтил с дикими аистами. И долетел аж так. Аж до Рязани долетел. Точнее, он был между Рязанью и, прости боже, Тамбовом. Как в прошлом году он так в Александров слетал, но Александров это час от нас. А Рязанская область, где он был, это было 6 часов от нас. В общем, хорошо отдохнул. Как всегда, по номеру телефона... Да вы обалдели, что ли? В общем, как всегда, по номеру телефона с нами связались. Нет, только не это. Ну и да, нам пришлось предпринять путешествие. Ты наказан, ты нехороший человек. Держи. Рыбы, что ли, мало? Извините, если мой палец в кадр попадает. Неудобно немножечко держать и кормить их. Мне либо неудобно кидать левой рукой, либо неудобно снимать левой рукой. Грушенька, не надо кормить курей рыбой. Рыба дорогая. Не знаю, что ты не голодный. А вот голодные, например. Мне не хватает здесь, это, как это сказать, помощи. Чтобы кто-то отвлекал кур какой-нибудь другой едой. Ну вот, я даже левой рукой скоро научусь сразу в клювку подать. Гаврюша? Ты уже поел. Ты поел и уже не голодный. Кому еще? Извините, я все это занималась лечением птиц и выпуском тех, кто пролечен, потому что сейчас наконец потеплело. Но меня буквально зажали у бытовки. И никого нет. А я, понимаете, одна не могу справиться. Так сказать, тут не пройдешь. Тут какие-то жирные голуби. Иди сюда. Так. А, кстати, ну про грузку. Я тоже опять в очередной раз. Помощь друга. Позвонила в дом Аиста. Вот. И мне посоветовали не выпускать сейчас грушу. Потому что в следующий раз непонятно, где я буду его собирать. И кто его подберет. И что с ним сделает. Поэтому груша сейчас опять у нас не летает. Просто ходит. Ну вот, если кто-то думал, что мы здесь скучаем. Что мы нет. Сейчас мы не видим, что я снимаю. Потому что мне надо смотреть. Постяки и роты. Чтобы не промасиваться. А ты что там не грустная такая сидишь? О, уже не грустная. Извините, это пока пробный. О, боже. Ушла резкость. Пробное видео. Потому что я вообще должна одной рукой кокахи собирать. А не камеру держать. Да-да, вот поэтому. В общем, кто-нибудь из девчонок придет. И я с ними напрашиваю, что снимать. Я, короче, ничего не успеваю снимать. Вообще никак. Дорогой Вальшнеп. Вальшнеп приехал от Лены. Пролеченный, хорошенький. Вроде как летный. Чувак, я надеюсь, что я просто выброшу тебя здесь, и ты полетишь. О, он полетел. Серьезно? То есть, вот серьезно? А нет, вот полетел дальше. Слава богу, господи. Я вытянула Вальшнепа за забор, чтобы он не на участке у нас тусовался. В итоге что? В итоге правильно. Вальшнепа вернулся обратно и врезался в забор. Это коротко о том, почему Вальшнепы попадают в неприятности. Вальшнепа. 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 Продолжение следует...